Алина Тавторкина на конкурсе на вершине искусства исполнила две композиции «Замок из дождя» и песню на английском языке «Этласт». По итогам фестиваля она стала лауреатом второй степени. В принципе, песню я спела хорошо, но в первой песне «Этласт» я немного не держала опору вначале и сорвалась немного. В следующем году я намею подготовиться намного лучше, ходить на занятия почаще и занять первое место. Еще трое воспитанников вокальной студии «Звездопад» Екатерина Торопова, Алина Туркина и Егор Вдовин стали лауреатами первой степени, а Милана Маклакова завоевала диплом лауреата второй степени. Готовились к конкурсу юные участники несколько месяцев, а на выступлении их поддерживали самые близкие люди. Со мной ездила моя мама, которая ездит со мной на все конкурсы, даже если у нее работа. В конкурсе на вершине искусства принимали участие лучшие коллективы со всего мира. Их оценивало компетентное жюри – известные педагоги-практики, доценты и профессора ведущих вузов России. Каждый раз на конкурсах для себя мы получаем, во-первых, мало того, опыт. Мы еще как бы анализируем свои выступления после этого и анализируем выступления других детей. В этом заключается наша цель, чтобы себя со стороны потом посмотреть и сравнить себя с другими. В программу фестиваля вошли выступления вокальных, танцевальных, театральных коллективов и солистов. Больше всего на конкурсе участникам запомнился хорошо отстроенный звук в зале. Это очень важно, когда хороший оператор, грамотный звукооператор, он должен поймать баланс между звуком музыки и голосом. Тогда будет хорошо и жюри, и зрителю, и самому участнику. Сегодня воспитанники вокальной студии «Звездопад» готовятся к очередным конкурсам и фестивалям, которые пройдут уже весной 2019 года. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.